Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу показать вам, как можно задекорировать ракушки, которые смогут украсить ваш интерьер или же туалетный столик. Так как в общем и целом у нас получится что-то наподобие небольшого подноса для украшений, который также можно использовать в качестве подноса свадебных колец, к примеру, если ваша церемония будет проходить где-нибудь на морях и океанах, то такая небольшая деталь будет очень красиво смотреться на фото и в целом подчеркнет морскую тематику. У меня было несколько таких ракушек, я оставлю для вас ссылки под видео, где вы сможете приобрести похожие. Свои я покупала на винтажном маркете. Впервые я очистила ракушки, особое внимание уделяла внутренней стороне, так как в дальнейшем я хочу обклеить дно шелковой тканью. А вот и сам шелк. Я не знаю, что буду делать, если не найду такую же ткань. Этот шелк имеет эластан в составе, то есть с одной стороны он очень хорошо тянется, и именно поэтому он очень пластичный и с ним очень легко работать. Вы можете взять любую другую ткань, это может быть ткань с узором или паттерном, может быть лен или бархат, все что вам нравится. Я решила попробовать два способа приклеивания ткани ко дну. Первый, это сперва приклеить ткань на двухстороннюю пленку, а далее липкой стороной приклеить уже к самой ракушке. И этот способ оказался не самым лучшим, так как пленка забрала все свойства пластичности моей ткани. О втором способе расскажу чуть позже. После того, как ткань покрыла дно, я срезаю все лишнее, и по периметру ракушки наношу клей, для того, чтобы в дальнейшем приклеить к нему поталь. Также хочу познакомить вас с этой чудо-губкой, друзья. Эта меламиновая губка, также ее называют стеркой, так как она действительно как ластик очищает любую поверхность, и в творчестве она также показывает себя очень хорошо. Она легко режется, очень мягкая и приятная на ощупь. Минус, она быстро стирается, если вы активно используете ее для мытья посуды или уборки. Но плюс в том, что при заказе вы получаете огромную упаковку, поэтому в целом хватает надолго и стоит недорого. Ссылка будет внизу. Итак, этой самой губкой я аккуратно притаптываю, если можно так сказать поталь, и далее переходим к самому интересному – окрашиванию. Субтитры создавал DimaTorzok Краску я покупала в Leroy Merlin. Боялась, что будет слишком блестящей, но нет. Оказалась именно такой, как я себе представляла. Получается очень красивый цвет, который очень похож на чистое золото. Не слишком желтый, не слишком розовый, не тусклый и не вырви глаз. Если будете брать, делайте скриншот, не ошибетесь. Сперва я подумала, что смогу аккуратно распределить краску на столе, но нет, пришлось переместиться на балкон. Также пробовала пшикнуть краски в отдельную емкость, чтобы в дальнейшем наносить кистью. Не сработало, слишком быстро застывает. Чтобы сделать красивый контур и не запачкать шелковое дно, я верхней частью прикрывала нижнюю и распределяла так краску по всему периметру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Однако небольшие капельки попали на ткань. На них я приклеила поталь. Далее я повторяю те же действия с верхней частью. Наношу поталь по контуру, так как не планировала покрывать эту деталь тканью, однако потом передумала. Как вы понимаете, я просто зря потратила на это время, так как в дальнейшем придется снова покрывать контур, чтобы скрыть границы шелка. Так или иначе, сметаем лишний поталь после того, как все подсохло, и покрываем внутреннюю сторону верхней ракушки тканью вторым способом. Он намного удобнее. Для того, чтобы сделать это аккуратно, нужно нанести тонкий слой клея ПВА и подождать, пока он слегка подсохнет. Он должен оставаться липким, но не влажным, чтобы ни в коем случае не пропитался через ткань, иначе работа будет выглядеть неаккуратно. Таким образом распределять шелк одно удовольствие. Он очень красиво повторяет форму ракушки. Единственное, слегка просвечивается цвет, который можно было бы и закрасить в белый. Но эта идея ко мне пришла позже, когда данная деталь уже украшает мою полочку. Ну а вы можете учиться на моих ошибках. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok